А давайте под вечерочек бомбанем историю, от которой, ну, люди разделятся на два лагеря. Первый лагерь, это лагерь, у которого просто запылает пятая точка, но нам от этого веселее, у меня локальная весна, она станет быстрее. Вот, а записывается это все в марте. Вот, а вторая категория людей, она просто молча посмотрит и согласится с тем, что я говорю. Короче, смотрите, тема кино, 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 алло, выровняйся, во, все. Тема кино у нас, не поверьте, но про деньги. Есть же постулат, что деньги это ничто, деньги это мусор. Это действительно так, но вы это никогда не сможете объяснить человеку, у которого их нету. То есть, ну, это вот как пословица, что, как там, сытый голодному не товарищ, сытый голодному не друг и вот того подобного. Ну, короче, в чем суть? Почему деньги мусор? Деньги мусор, потому что по факту, ну, глобально, это просто ничего нового я не скажу. Это бумага, которая имеет какой-то номинал. И то от того, ну, точнее, от того, как ты распорядишься, зависит очень много. Но сама по себе бумага, как физическая величина с номиналом, она в физическом мире ничего из себя не представляет. Грубо говоря, ну, мы же тут о мотоциклах. Вот мотоцикл, ты на нем можешь ездить, ты на нем можешь получать удовольствие. Он стоит какой-то номинал денег. Но на этом номинале денег ты не можешь ездить, ты не можешь его есть. Я не знаю, ты не можешь получать от него эстетическое удовольствие. Ну, конечно, опахабить можно все, там, встроить пирамиды из денег и просто ввести это в культ. Но мы говорим про адекватных людей. И людям, у которых нет денег, как у меня, вы никогда этого не сможете объяснить. Потому что у них деньги идут не на, как сказать-то, не идут во благо, в удовольствие получения, а не идут, как правило, на перекрытие первичных базовых потребностей. То есть, где жить, где спать, где пить и так далее. Ну, вы поняли. И, соответственно, объяснить и, точнее, понять им и донести до них, что деньги это, ну, вот, мусор, как бумага, вы не сможете донести до них то, что деньги это инструмент для получения чего? Ну, для получения удовольствия. Я не знаю, зачем, в принципе, жить, существовать, если не для улучшения своих, там, условий, чтобы тебе было комфортно, чтобы получать удовольствие и так далее. Ну, сложностей и проблем в жизни и так хватает, они сами к вам приходят, вы их целенаправленно на себя не насылаете. А вот как-то вот жить хорошо, получать удовольствие, ну, к этому вроде как стремятся. Вот. Соответственно, когда у вас вопрос стоит за перекрытие базовых потребностей, о таком вы... Косточка упал. О таком вы, ну, не сможете никак объяснить людям с ограниченными финансовыми возможностями. И возможности у каждого разные. И я совершенно, ну, не говорю плохо про людей там, или тех, у кого есть деньги, тех, у кого нет денег. Я просто пытаюсь объяснить, почему большинство споров вообще, они бесполезны. Потому что вы никогда не сможете объяснить уже с позиции своего развития, своего социального уровня, своего, ну, своей социальной, ой, господи, социальной, финансовой составляющей. Вы это не сможете донести тому, кто на уровень ниже. Как цинично, как неожиданно, но действительно эти уровни и есть. Не все равны, коммунизм у нас никто не построил. Вот. И сегодня я к чему? Я работаю вот этими ручками, которые сейчас чистят мандаринку. В течение 10 лет покупал какие-то мотоциклы. Вот. Восстанавливал их и так далее. Но потом они мне надоели. Вот. И я, естественно, когда их скапливается много, ты на них не ездишь. В целом ты понимаешь, что они уже старые. Тебе на них ездить неинтересно. Ты от них уже получил все эмоции. Ты их продаешь. Покупаешь новый мотоцикл. За много денежек. И сразу получается, что? Правильно, ты зажрался. Почему? Потому что племенное стадо. Им тяжело. Потому что кто-то у нас, получается, купил свежий мотоцикл, а он не может. А коммунизм не построили. Какой кошмар. Естественно, что? Естественно, ты сразу, сука, сволочь, падла, тварь. Зажрался. Вот и все. Я там на работе за 25 тысяч работаю, а ты новый мотоцикл купил. Смотри, руки. Десять пальцев. У тебя такие же. Я не в хоромах царских. И родителей миллионеров нету. пять пальцев, пять пальцев, пять пальцев, работаю ручками. И так же не я один такой. Сколько людей так работает ручками? Ну, давайте. Ну, давайте. Ну, давайте. Если никто. Матвеев. Поработал ручками. Поработал ручками. То же самое. Тик Тула. Ну, человек, во-первых, сколько сам варил. Сейчас у него команда. Сейчас у него помещение. И так далее. И заказы со всей России. К слову, про то, что вот это будет нытье, что вот в моей деревне там работы нету. Тула это не супер-пупер-мегаполис, я вам скажу. Про Саки у Матвеева я тоже молчу. А что же, что же, Саня что-то делал, который Уралами занимается. И вроде как успешно занимается. Иначе бы все это давно загнулось. И представляете, и он тоже не в Москве и не в Питере. Представляете, и у него очередь на работу. И у меня очередь на работу. Может быть, потому что когда ты свое дело делаешь хорошо или стараешься делать лучше других, то люди делают выбор в твою пользу. Вот и все. А какое это дело? В целом-то не важно. Но все же думают, что поймали золотую рыбку, исполни мое желание. Нет, господа. Лет 5-10 отхерачиться сначала, а потом какой-то, может быть, увидите успех. А всем же надо все по-быстрому. Всем же надо все сразу. И вот о мотоциклах-то. Купил я, значит, вот там Теннери тоже свежий, да? А я, сука, сволочь, подлотварь. Естественно. Иначе как по-другому. И я понял, что я больше на старых мотоциклах ездить не хочу. Ну, понимаете тут какая история? У меня по-прежнему есть Yamaha SRO 2005 года. Она у меня есть, она у меня никуда не делась, с ней все хорошо. Только, понимаете, какая история? Та Yamaha SRO, которая у меня есть, в таком состоянии вы на рынке ее не найдете. Вот. И стоила она в полтора раза дороже, чем рынок на тот момент. Поэтому, собственно, она у меня есть. И она не доставляет мне никаких проблем. Потому что, хоть это и мотоцикл старого года выпуска, ему уже больше 20 лет. Но его фактическое состояние в состоянии нового. А люди, которые утверждают, ну как, они оправдывают себя тем, что вот, раньше-то делали инженеры. А сейчас маркетологи, ну понятно, что они оправдывают себя. Ну, им же надо оправдать, что вот я лежу на диване, ничего не делаю и не могу купить. Вместо того, чтобы работать. Вот и все. И, собственно, получается так, то, что они пытаются оправдать себя. Это понятно. И, как правило, они говорят про вот эти мотоциклы, что они там 30-летний супер-пупер. Не в таком состоянии, как они у меня. Не в таком состоянии, как иногда приходят. Ну, то есть, вот у человека есть шадовка, например, 2009 года. Ее состояние таково, что он просто менял спицы. Да, это комично было для нас, локальный юморок. Но это вот фактическое отношение к технике и к себе в том числе. То есть, ему важно, на чем он едет и в каком это технико состоянии, несмотря на то, что оно старое достаточно. То есть, мотоцикл 2009 года, и мы на нем меняли спицы, потому что старые перестали блестеть. Это уровень, это подход, это отношение к технике, это отношение к себе. А люди, которые громче всех кричат про то, что вот 30-летние надежные, их мотоциклы, как правило, собраны из Алиэкспресса. У мотоциклов примерно 10 владельцев по России. И собраны они по большей части уже из запчастей с разборок. И они громче всех будут, конечно же, кричать, что старые мотоциклы лучше. И вот опять же, кто-то скажет, вот по поводу работы, да. Вот я там работаю на заводе, там мне не платят. А почему тебе кто-то должен платить? Ну вот на самом деле, смотри, ты, видимо, работаешь вот ту работу, которую тебе дают. Да, конечно, бывают случаи, когда на предприятиях зарезают, тебе не дают работы, тебе не дают заказы и так далее. Но, тем не менее, те, кто хотят работать, они не отрабатывают смену от звонка до звонка. Они идейные. И вот этот вот постулат, что инициатива применяет насильственные действия к инициатору, она придумана недалекими людьми, которые, опять же, все во благо оправдания собственной лени. А люди, которые шевелятся, вот к этому постулату народному, есть другой, более старый, что под лежачий камень вода не течет. А люди не глупые, люди, наверное, знали, о чем говорили, придумывая те или иные пословицы. А вот эти вот современные, что инициатива наказуема, ну, вы поняли? То есть оправдать себя можно всегда и чем угодно. Виноват будет кто угодно, только не он. И все это я к чему? И про эти недовольства. Люди, которые работают, которые имеют какое-то свое производство, свое дело, их всегда ненавидят те, кто ничего не делает и хочет многого. И знаете, если так немножечко углубляться в историю, так, про революцию, которые недавние события были. Да, там и крепостные были, и барщина была, и все так далее. Но сколько замечательной продукции было с клеймом, что сделано тем-то с именем, точнее с именем, фамилием, когда инициалы, даже банально на всяких тарелочках, ложечках, инструментах, самоварах и так далее, стояло клеймо либо самого мастера, либо его производства. А что потом? А потом раскулачивание. А как это так? Не положено. Ты, получается, у нас что-то делаешь, у тебя все есть. Ты сидишь, ничего не делаю. Я сижу, ничего не делаю, точнее. И у меня ничего нет. Несправедливо вообще. Поэтому, собственно, так легко было провести классную крестьянскую революцию. Потому что людей, которые хотят работать, умеют работать, имеют навыки и знания, гораздо меньше, чем основная толпа. Вот такая вот история. Начали за здравие, закончили за упокой. А с вами была мастерская Панк Мотогараж. Я Сергей Танкратов. У меня на этом все. Всем пока. Пока.